Пережив два наводнения, ленские подразделения компании Алроса знают, как правильно готовиться к пропуску паводковых вод, чтобы в случае наводнений не допустить больших потерь товарно-материальных ценностей. Комиссия по ЧС при управлении Алмаздор Транс еженедельно отслеживает выполнение мероприятий сводного противопаводкового плана. Подробности смотрите далее. Ленский речной порт встречает ледоход первым. Его специалисты ведут постоянный мониторинг толщины льда. Знают, в случае ЧС есть что терять. Речной порт прикладывает все усилия для того, чтобы не было нанесено ущерба. Уже назначены аварийные бригады, службы, которые должны нести круглосуточную вахту. Тоже уже предупреждены. Но это во время прохождения ледохода. Замеры показывают. Толщина льда тоньше, а уровни воды ниже, чем в прошлом году. Прогноз опытных речников благоприятный. Такой же у специалистов КЧС при управлении Алмаздор Транс. Но он никак не сказывается на ходе подготовки к паводку. Все мероприятия сводных планов по подразделениям выполняются под строгим контролем руководителей. Исходя из тех двух страшных наводнений, в предприятии было много подготовительных мероприятий, которые позволили в последующие годы опробовать механизм спасения наиболее дорогостоящего оборудования. Список такого оборудования в каждом подразделении свой. Для транспортных предприятий это автомобильный парк, авторемонтных мастерских, дорогие импортные станки. Не говоря уже о малой офисной технике и большой ценности пакетов документов. Для их спасения на предприятиях имеются лодки. Их закупили после наводнения 1998 года, когда производством был нанесен первый серьезный ущерб. Ушли под воду документы, ценное оборудование небольшого размера, объема, которое можно было спасти в последний момент и так далее. Все ушло под воду, потому что не было именно такой малой техники. С начала года и до момента, когда ледоход покидает территорию Ленского района, в управлении «Алмаздуртранс» работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. В ее состав входят руководители подразделений и специалисты по промышленной безопасности. На еженедельных планерках проверяется исполнение протокольных заданий внутреннего распорядка и вопросы сводного плана по муниципальному образованию. Все подразделения «Алроса» в Ленске входят в инженерное звено системы РСЧС. На случай, если вдруг нужно проводить эвакуацию, транспорт, автобусы, вездеходные автобусы на базе «Урал», вахтовые автобусы, для перевозки людей в пункты временного размещения. И инженерная техника, это самосвальная техника, и мехлопаты, те, которые принимают участие в ликвидации последствий, либо недопущении чрезвычайной ситуации. Пока река стоит, но скоро ледоход. И если горожане ждут его с опасением, то коллектив речного порта всегда ему рад. Ледоход знаменует начало новой навигации.